Да, друзья, всем привет! Ремонт вот такой стиральной машины, то есть у меня немножко кончилась стиральная машина, стала вода здесь литься. То есть сверху там такой вентилятор крутится, и подача воды идет снизу, вот с этого насоса. Пожалуйста, все разобрать. То есть вот насос, еще один маленький шланжечек. Вот он сбоку, идет наверх, то есть там тоже идет распыление. То есть что произошло? Вот здесь идет подача воды наверх. То есть здесь резьба, вот все, что от нее осталось, вот, то есть она раньше была длиннее. Сюда прикручивалась вот такая гайка. Соответственно, тут уже не за что зацепиться, все витки оторвались. Мы сделаем так, что у нас вот этот диаметр, прям по внутреннему диаметру резьбы получается. То есть тут все прям, ну она отсоединилась, получается. То есть что я сделал? Выточил новую вот такую резьба в упор, можно сказать. Какая резьба получилась здесь 32 шаг 2, ну вроде как. То есть вот такая штука получилась, ремонтная. И как бы получается, вот у нас теперь все хватает. Все это дело вот так вот закручивается туго. Я еще герметиком намажу торец. Вот сюда вот он зашел. Короче, вот так вот закручивается. Вообще офигенно. Оп! Все. Вот так там он выглядит. Может прям так, наверное, стать. Лучше герметиком подмазать. И сюда уже будет накручиваться вот родная гайка. Кстати, внутри резинка еще такая должна быть большая. Так как сюда вставляется вот корзина. То есть такой диаметр. И должно быть уплотнительное колечко. Что-то его нету. Сейчас что-нибудь вырежу. И вот это у нас делается вот так вот. Закручивается. Да, вот сюда колечко ставится. Все это дело вот так вот закручивается. Ну, вы поняли, да? Получается, оно будет немножко теперь вот так торчать. Ну, я думаю, ненамного. Там места вообще полно. Если бы я все дело не отремонтировал, я что вообще думал? Из полипропилена сделать. Можно прям сварить. Мне кажется, и капролон нагреть паяльником и в полипропилен ставить. То есть здесь с углом. Какую-нибудь 25-ую трубу. Правда, если единственное, два соска. Ну, может, переходы какие-нибудь сделать. То есть вот. Вот эта штука стоит 2000 рублей. И ждать ее полтора месяца. То есть я два дня вокруг ходил-ходил. И оказывается, можно сделать вот такую штуку. Все, как бы. Сейчас поставлю. Будем пробовать, как оно работает. Не потечет ли. Видно, что вот здесь подтекало прям. Врезал вот такое колечко. Еще немножко дырка какая-то кривая получилась. Туда вставил. То есть, когда гайка закрутится, резинка прижмется. И будет она выглядеть вот так. То есть вот эта штука. Или вот эта, вот эта, да. Верхняя. То есть она сюда вставляется. Делает вот так вот. Каче как бы уплотняется вот так вот. И вода уже сюда никуда уже не вылетает. То есть если без колечка, здесь такая щель. Ну а все время так была и что-то фигово было. Я посмотрел, то здесь должно быть колечко такое. Уплотнительное специально. Вот, она сюда сдвигается в корзину. И сама по себе уплотняется. Еще как бы должно работать. Так, все собрал. Резиночка. Вот это моя свежевыточенная запчасть. Здесь пришлось покупать хомутики. Ну, уже обычные. То есть здесь прикрутил хомутик. И тут прикрутил. Если вот эту делать новую, то, блин, она, конечно, мешать будет. Тут там же защита металлическая вот так вот ставится. Все подсоединил. Сейчас пробуем включать. Боковушки еще надо будет поставить. Оп. Что-то минимально-то есть. Вот минуту час двадцать. Половинная вода. Сейчас посмотрим, что тут будет происходить. Сейчас вода должна включиться. По идее. То есть вот сюда у нас поступает вода. Вот по этому шлангу. Это вот счетчик, я так полагаю. Сейчас должен, наверное, крутиться. Сейчас она вскроется, откроется. Брызнет. Будет, конечно, почистить. Не знаю, какая чистить. Ржавчина, что ли, что там. Давай, открывайся. То есть вот это насос черный. Я так полагаю. Вот тут он конденсатор. Кстати, у меня есть кино. Я менял, не знаю, давно, года три или пять лет назад. Что-то давно-давно. Перестал работать двигатель. То есть вот этот вот не спускался нифига черный. Оказывается, емкость у того конденсатора кончилась. А сейчас как-то нормально. А вон там вдалеке вот это, 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 полагаю, нагреватель. Что, ну, пыхтит, кряхтит. Не знаю, что пока не открывается клапан. Сейчас, наверное, откроется. Вот что-то погудел. Чего себе. Жидкость пошла. Эта штучка закрутилась. Значит, он соображает, что вода поступает. То есть сейчас в емкость туда набирается жидкость. Сейчас посмотрим, если не потечет, то эту штуку обратно вот так вот кладем. Сюда ставим стенки такие белые. То есть все это закручивается. Заделывается. И, в принципе, должно все работать. Так, ну что там? То есть сейчас у нас вот сюда наливается жидкость. Сюда соль насыпается оттуда изнутри. Что вам что-то показать? Интересно, в посудомоечную. О, потекла водичка. Надо подтянуть хомутик. Так, по новой все запустил. Короче, подтянул. Ну, нифига оно там не подтягивается. Нафигачил туда герметика. Одел. Затянул посильнее. Стремно, потому что может лопнуть туда трубка. Но сейчас вот вода налилась вот до этого уровня. То есть сейчас вроде ничего не течет. То есть сейчас должно все дело включиться. И вот отсюда должна вода под напором подаваться сюда. Ну и там снизу тоже, вон там вдалеке видно, вон там шланг. То есть снизу еще напор подается. И сбоку, вот здесь вот, сбоку-сбоку, наверх идет рассеивание. О, так. Вода туда подается. Ничего там. Вроде не течет. Пришлось колечко убрать. Сюда прокладку просто резиновую вырезать. То есть без герметика, без нифига, все ништяк держишься. И главное вот тут. Все классно. То есть там, получается, под напором у нас вращаются такие, как пропеллеры. Сейчас я вам покажу. Сейчас резко открою. Подной рукой неудобно. Под напором, получается, вот эти пропеллеры крутятся от воды под напором. Вот так вот. И нижний вращается вот так вот. Вот. И сверху вот там чуть-чуть дует, вон та штучка. Получается вот один, вот два и вот та штука. Ну, что-то там перестал. Вот. Конечно, все работает. Вот такая вот переходная втулочка. Сэкономил деньги. Ну и, соответственно, время. То есть полтора-два месяца ждать, это просто капец. Вот три дня без посудомойки, офигеешь. Чтобы просто помыть посуду, уходит много воды. А тут, получается, не знаю, литра три, наверное, сюда наливается. И вот эту вот воду она туда-сюда гоняет. Как-то вот так. Ну, как же, вот такой небольшой ремонт. Сейчас потестим. И, по-моему, вот это все сюда. Вот так. Тут еще ставится стенка. С той стороны стенка и можно на место и устанавливать. Что-то ничего не течет. Все четко. Так. Посудомойка, в принципе, уже практически постирал. Не знаю, там минут пять, наверное, осталось, что она затихла. Все тут собрал. Утеплители, уплотнители. 56 градусов, видимо, шольнее. То есть никто нигде, никуда не течет и не вытекает. Все отремонтировано. Все четко. Экономно и быстро. Просто надо было все сделать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова